Всем доброе утро! Всем привет! У нас время завтрака. Наш папуля на работе, я с Уляной дома. Поэтому у нас сегодня завтрак на двоих. Приготовили скрамбл, безумно захотелось. И традиционно к яйцам нарезка, свежий сыр моцарелла, копченый сыр, вкуснейшая рыбка красная и морская капуста. Запивать Уляна будет все это дело с соком. У меня вкуснейший кофеечек. Пожелайте нам приятного аппетита! Так, ребята, хочу вам показать, куда я поставила свои цветы. Можно их так назвать. Катоновые цветочки. Я их поставила на ТВ-стенд. Нашла в доме вот такую маленькую вазочку. В принципе, она неплохо смотрится с этими цветочками. Блин, какие они красивые! Я думала, Антон мне подарил просто декоративные цветочки. Но на самом деле это засушенный катон. Вот цветы катона. Я не читала еще про них ничего. Надо почитать в Википедии. У нас в планах купить новую вазочку для этих цветов. Белого цвета. Может, еще какую-то интересную форму. Да. В общем, до недавнего времени я не думала, что катон, он такой. Напоминаю, что Антон мне подарил вот эти цветы на наш первый юбилей, на катоновую свадьбу. Вот, поэтому они стоят здесь и радуют меня. Что еще? Эти цветочки тоже меня радуют. Стоят, чувствуют себя хорошо. Блин, так здесь красиво. Так им здесь нравится у нас. Вот. С последних новостей у нас появился новый вазончик. Который еще, походу, будет долго-долго меня радовать. Это нам бабушка подарила Антонова мама на годовщину свадьбы. Огромное ей спасибо. Ну, а мой цветок, он просто стоит. Да. И живет, растет. Так, что еще? Антон придет. Если Антон придет с работы сегодня не поздно, то он обязательно сложит компьютерный стол для Ульяны. Вот. Буду надеяться, что придет он пораньше сегодня с работы. Напоминаю, букшелф мы уже сложили. Остался компьютерный стол. И потом мы вам покажем, какая у Ульяны комната уже на данный момент будет. У меня время готовки. Хочу приготовить сегодня, первый раз, кстати, попробовать приготовить кабачковую икру на сковородке. Это что быстро готовится. Я уже подготовила лук, морковь, кабачок, помидор. Также будут у нас обычные окорочка. В духовке. Еще наверх хочу намазать немного майонеза с горчицей. Антон так любит. Вот. И к окорочкам хочу первый раз тоже попробовать приготовить вот этот рис черный. Видите? Никогда я не готовила, да, и вообще и не пробовала даже ни разу нигде такой рис вообще. Ну, здесь написано, как готовится. Поэтому я быстро разберусь. И уже покажу вам результат своей готовки. Можете меня поздравить. У меня получилось. Очень вкусная получилась кабачковая икра. Я, наверное, первый раз ее готовила. В общем, получилось все. Я довольна. Так, готовила также первый раз черный рис. Вот это. Вы знаете, что? Он безумно вкусный. Мне очень он понравился. Что-то не сильно захотелось мне зажарки с луком и морковью. Вот, поэтому я просто морковку поджарила и добавила туда. Черный рис вообще очень вкусный. Я с сегодняшним днем полностью довольна объедением. Ну, и к рису хорошо сочетается курица. Да, почему нет? Вот, поэтому уж не готов. Любимого пока еще нет. Ну, а в моих планах поехать бабушку проведать. Да. Ну что, мой красавчик уже от дома. Всем привет, друзья. Привет, привет. Кто давно меня не видел, снова я. В вечернем... Как там это сказать? В вечернем шоу. Влох у нас влох. А я думал на шоу. Влох, влох. А ты, боже мой. Есть же, которые думают, что мы шоу снимаем. Такие, что вы там домашнюю фильмотеку снимаете. Оказывается. Итак, рады вас приветствовать, друзья. На таком вкуснейшем ужине вместе с нами. Сейчас будет дегустация. Так, чтобы я тут вкратце. Ты все рассказывала, показывала? Ну, немного, да. То есть, я говорила за рис. Ну, мне же интересно, что ты на самом деле подумаешь. Понравится тебе он или нет? Жуки. Не, давай, пробуй. Не похоже на него? Так, положу себе в тарелку. Я приготовила совсем немного для пробы. Ну, да, да, на первый раз. Да. Блин, а что мы его взяли? На него скидка была? Да. А если все еще будет скидкать, то я завтра тоже буду готовить его. А его всего их там килограмм, правильно? Да. Так, теперь икорочку. Заморскую баклажанную. А где мы баклажаны взяли? Это кабачки. А кабачки это не баклажаны? Нет, баклажаны это синие. Синие, да. Фиолетовые. Фиолетовые? Да. Курочка. Так, курочку. Так. Надо было, может, не брызгать, а попробовать. Ну, да. А то. Не брызгал, там майонезом наложил, все перемешал. Вкусом один майонез. Да. И такой, ммм, такой рис, такой рис. Обратите внимание, без майонеза. Я спросила, а сказала, да, нет? Да. Так, то есть вот так и берем, да? Угу. Ну, вода конкретно черная была. Да? Угу. Это настоящий. Не, классный. Правда? Не, он тоже безумно старался. Не знаю, что он вообще такой. Рассыпчатый. Да. Не переваренный. Ну, как-то он идеальный. Не, ну, есть некоторые, как полопали, знаешь, такие. Да, ну, некоторые. Ну, блин. Да. Вот этот, я читала в интернете, вот этот черный рис самый полезный. Да? Да. Не коричневый, вот этот именно черный. Самый полезный. Каждую рисинку. Поэтому и дорогой. И самый полезный, самый полезный. Да, да, да. Так, кабачковая рука. Странная реакция. Ну. Не, вкусно, вкусно. Угу. Есть чем-то надо... Ну, мы в детстве, я на хлеб мазала. Точно. Это мазанка. Холодную. Да. А, так это же вот это, что продают в банк. Да. Тюта, я думаю, на что она похожа? Ну, вкусно. Просто она теплая сейчас. Ну, а я только еще раз не понял. Я же думал, там кабачковая икра, а это же как бы... Баклажадная. Очень вкусно, правда? Угу. Ты что? Ты лишай ее. А на чем ты ее терла? Что? Икру. В общем, кубиками порезала кабачок. И в миксе? Натерла морковь, лук, поджарила. Помидоры. Все тушила на сковородке. Угу. В томатной пасте. И... А потом блендеры сбила. Угу. До такой однородной массы. Угу. Вкусненько получилось. Угу. Угу. Я переживала, что рис будет... А, я думала, надо какой-то деликатес, может, рыба красная к черному рису. Нет. Обычно, да? Ну, хорошо с курицей сочетается. Ну, все же с рисом и так естся. Да, да. Ой, молодец ты у меня. Угу. Вообще. Да. Клад. Это просто клад. Ха-ха-ха. Тебе повезло. Угу. Ой, супер-супер. Угу. Так, ладно, приятного аппетита. Приятно. Мы на недолго перервемся, да? Ага. Так, друзья, значит, решился я сегодня. Складу я стол для Ульяны в комнату. Вот, сейчас мы быстренько посмотрим, куда его еще поставить. Значит, будет он в такой же тематике, как и наша тумбочка по телевизору, и наш журнальный столик такого же цвета, мокрый бетон. Вот, и у Малуи тоже будет такой светленький классный столик, удобный, небольшой. Как раз для ее комнаты, для ее габаритов должно поместиться. Значит, так, друзья, мы в Ульяныной комнате. Хотим быстренько просто показать, как оно было, и как оно будет, и какой план, в принципе, у нас. Книжная полка уже стоит. Стол мы хотим вместо комода этого. В общем, в планах вот этот комод убираем сейчас в зал, в калидор, да? Подвигаем вот эту тумбу сюда, да? Чтобы здесь будет стол по-любому. Напротив окна дневной свет обязателен. Правильно? Вот. И я надеюсь, содержимое, то, что в комоде, оно мы разместим на полку. Между столом и книжной полкой мы разделим. В общем, вот это все, что у нас есть, нам надо куда-то запихнуть. Так, покажем. Книжная столка, мы убираем комод. Книжная столка. Столка я с тобой чешу это? Не знаю. Книжная столка, есть такое слово? Нет. Книжная полка и комод. Комод. Вот этот комод полностью. Но нам надо задача содержимое все куда-то поместить. Понимаешь? Вот у нас есть книги, но я думаю, они займут тоже вот эти три. У нас еще будет одна полка. И плюс наверх можно еще что-то. Да, типа горшок. Вот это все, это косметика у Лианина, декоративная, там лаки какие-то, да? В общем, ее побрякушки. Вот здесь блокноты, ручки. Такое все школьное. Это пойдет точно в стол, правильно? Да, вот смотри еще что. Ну тут надо перебрать нам будет. Всякие побрякушки. Ты видел? Я видел, а вы, друзья, видите? Не побрякушки, целые... Целые побрякушки. Фломастеры, карандаши. Для художества. Или как там? Для художников. Для художественной принадлежности. Вот. Что это? Поломала? А, и смотри. Попы. Пусть как хочет, куда и хочет, туда и лужит. Да. В общем, да. И я сомневаюсь. Может, вот этот комод будет не сильно симпатично стоять здесь. Мне что-то так... В общем, надо все убрать, занести стол и посмотреть. Правильно? Ну, что вы думаете, друзья? Как бы... Да. Кто-то нам писал, можно в шкаф вот этот комод запихнуть в шкаф. Но у нас там уже все заложено. У нас там игры. Да. И игры, потом в лондрии ее стоит. И... Да, игры, лондрии, одежда. Тоже. В общем, да. Я думаю, еще там что-то сместить и полку выделить какую-то. С комода этого пошло? Да. Что там сместить. Какие у вас идеи? Что вы посоветуйте? Как вы видите, площадь небольшая. Кровать занимает полкомнаты. Да, это точно. Комод. Ну, второй комод, понятно. В зеркало нам придется перевесить, я думаю. Наверное. Но у нас же не будет там все время стоять. Ну, да. Стол. Я надеюсь, вообще он поместится туда. А сюда стол? Нет, между... А, мы под окно? Да, ну я так планировала. Да, чтобы свет светил, точно, точно. Тогда стол, книжная полка, а комод вот здесь будет где-то. Ну да. Возле двери. Да. В общем, давайте посмотрим. Да. Давайте сейчас я стол собираю. Мы заносим. Вместе все смотрим. Да. Вместе все решаем, что и как. Может, кровать вообще придется передвинуть. Ну, я бы не хотела. То есть, смотри, хорошо, у нас проход вот здесь, если кровать подвигается сюда, то есть, вот это расстояние будет небольшое. Да, мы единственное, что у нас световой проем, чтобы на малую светил свет. Какой-то. Вы знаете, дети, они так, я пошла в комнату, села в телефон и все, ни свет не включают, ни окно. Нет, ну мы стараемся ее ограничить. Телефон ограничен. И при том, что мы еще приходим и говорим, Буся, открывай свет. Да. Впускай свет в свое сердце. Так что, да. Ну, все тогда, кому интересно, наблюдайте за сборкой стола. Я надеюсь, всем интересно. Все тогда, пошлите. Пошлите. Ну, как продвигается наш процесс? Почти, почти. Да? Да, почти закончил. Еще осталось 10 досточек и закончил. 10 с 12, да? Так, эта часть уходит. Деревом так пахнет. Классно, да? Полка так не пахла, кстати. Так, пошла номер 2. Вторая модель пошла и пошла и пошла. Классно, что пронумерованы, блин. Так, комод планируем отдать кумовьям. Мы, наверное, завтра поедем, отвезем сами. А то, не дождемся их, пока они переедут. Тут, короче, есть скрытый подвох. Такие, не дождем. На самом деле, избавиться от комода. Это точно. Тут уже некуда его ставить. А сами такие, не дождемся, когда у нас его берут. Поэтому поедем. Да, да, да. А на самом деле, все комод надо убрать. Так мы, что мы выбрасывали? У нас тут стоял зеленый диван. Кожаный. Ой, это вообще была такая история. В общем, поменяли на белый, все. Значит, мусорник просто, мусорный контейнер, его нельзя было выбросить. Но мы выбросили вначале, да? Ночью. Да, специально. Камеры нас засекли. На следующее утро пришли. Постучались. И сказали забрать. Они такие, диван видите? Забрали. О, Боже. Короче, да. А почему вы так сделали? Ну, во-первых, надо штраф, машина, большая, чтобы его отвезти. А в мою не поместится, даже если я там все сиденья разложу и крышу срежу, все равно не поместится. Там причина была другая. А второе, я думал, что будет дорого. Так и есть дорого. 70 долларов? Не 70 мы забыли. Там что-то 40. Да даже 40. Так это они два дивана выкинут. В общем, еще и платили. Мы еще с тобой ехали и обсуждали. А мне вроде 70. Нет, мы еще ехали обсуждали. Там мы даже и 40 не заплатили. Да? Там вообще понты. В общем, на свалку. Поехали на свалку. Да, поехали на свалку. Сважились, да? Да, там-то и то мы такие. Приехали на свалку, проехали мимо, такие, выкидывать. А нам такой, чувак, идите там, взвесьтесь, заплатите и приедете. Ну, взвесьтесь. Там вообще буквально двадцатка. И мы его, да, и выгрузили, и все. Можно было бы, конечно... Просто, ну... Бесплатно, чтобы забрали люди хотя бы. Но мы не хотим вот этого гемора. У каждого, у всего есть свои плюсы и минусы. Ну, кто-то этим занимается, кто-то этим бизнесом делает, кто-то постоянно что-то продает, кто-то делает вот эти гараж-сейлы. Да. Ну, у нас просто время. У нас время... Нам нет времени будет кто-то звонить, потом сиди, жди, приедут, не приедут. А он не захотел забрать. Да, потом посмотрят, не посмотрят. Вот эта куча звонков. Так, не отвлекайся. Да, на чем я остановился. В общем, есть что вспомнить нам. Вот именно, рассказывай тут такое. Финиш напрямая, нет? Почти, почти. Смотри, какая прикольная штука. Раньше не было. А сейчас... Что это? Возики забиваем. А-а-а. Точно? А, все. Есть? В прищепку, да, вот так вот ставишь. И что? А-а-а, и забиваешь. Так вот в прищепку ставишь. Потом вот так вот ставишь. Как-то так. А что не коробки? Ага, с этой стороны вот так вот. Ага, вот так вот. А-а-а. А-а, то есть ты даже видишь, разграничитель. То есть я вот так вот раз. Сюда вот так вот вставляю. Удобно, да? Ну, типа, оно дает, насколько... Тут же у меня мало места. Видишь? Чуть-чуть. То есть, по идее, оно должно дать, насколько мне далеко надо от этого забивать. Так вот, и потом. Угу. Продумано, продумано все. Да. Сейчас заднюю стенку так позабиваю. И, в принципе, нормально. Угу. Ну, мне нравится. Да? Да. Мне кажется, мы сделали правильный выбор. Да. Ну, и, в принципе, недорого. 150 долларов стол и... Ну, вот букшелф, да, и стол в сравнении. В одну цену. Мне кажется, стол нормально, а букшелф дороговато получилось. Нет? Можно было немножко дешевле, нет? Букшелф? Да. Хотя... Хотя, вот эта штука, оригинальная цена, сколько? 60 долларов или 70? Вот эта? Да, Coffee Table. Ну, мы ее взяли, конечно же, за сколько? 35, 25? Где-то так. То есть, видите, друзья, ну, что по скидке взяли, что не по скидке. У нас плана нету прям, все, вот, идем ждем скидку. Хотя, ну, приятно, что какие-то деньги сэкономили, но... Зачастую в жизни, как бы, где-то сэкономишь, а где-то потратишь больше. Да, да, да. То есть, ну, здесь, понимаете, дело... Дело не экономия, а дело бюджета. Это две разные вещи. То есть, когда бюджет подбит, и ты можешь позволить себе то-то и то-то, выделить туда-то, туда-то, в такие-то, такие-то сроки, тогда совсем по-другому, чем будешь просто искать, ходить, о, там, там сэкономлю, там сэкономлю, а потом пойду, бухла накуплю на 100 долларов, ну, как бы... Или, там, сигарет. Не отвлекайся. Да. Поэтому... Приятно, когда по скидке. Приятно. Почему бы и нет? Ну, что нам... Ну, и все люди, всем приятно взять что-то подешевле за... И хорошего качества. Так, вот тут что у меня? Все? Не знаю. Здесь вот еще надо забить парочку гвоздиков, да, вот. Точно? Да. Тут же идет планка. Да. Тут как будто промахнулся. Не, ну, нож его. А, точно, вот. Чуть выше. Ну, будет маленькая дыречка. Переворачиваем, да? Сейчас. Давай я фокус, фокус, перевер, фокус. Наконец-то коробок не будет никаких. Помочь? Да, идет. Все? Молодец. Мой Геракл. Так, осторожно там. Так, вот так вот он выглядит. Так, остались маленькие детали, полка и дверка. Ну? Ну что? Еще чуть-чуть, да? Да. Какой ты молодец. Ну? Так приятно слаживать новую мебель, да? Да. Вообще. Ура! Наконец-то. Что мы еще хотим в ближайшем будущем, это спустить телевизор, да, Антон? Спустить телевизор, чтобы... Потому что меня вот эти провода торчащие раздражают. Вот. И поставить телевизор на его место. На ТВ-стенд. Вот. Потом там что, дырка какая-то, да? В стене. А там надо, да, хоть заделать. В общем. Надо будет постараться, да? Но у меня есть идея, если там будет даже дырка, сделать фотографии, картину повесить, и не будет ничего видно. Да, да, да. Уляны еще пока нет. Гуляют. Так. Стол наш сложен. Все. Все готово. Ну, так, налегкие, никуда не спешить. Да. Непринужденные обстановки, да? Да. Вот. Смотрите. Два стола одинаковые, но они разные. Отличаются только размерами. Вот этот больше. Это немного поменьше. И тумбочкой. Вот этими. Да? Да. Класс. Какой, ребята, вам больше нравится? Ульянин или Наш? И тот, и тот. Ну, да, они такие стильные два. Не, ну. Каждый стол предназначен для внести определенную функцию. Да. Здесь нету, как бы, что вам нравится, тот или тот. Этот стол мы брали под определенную функцию, потому что нам надо было сложить и документы, и компьютер поставить, и этот, принтер. Чтобы было удобно работать на нем. Колонки, да. То есть нам нужен был большой стол с полочками и все такое. А этот стол несет другую функцию, функцию обучения. То есть он как просто парта. И наш результат. Вау! У меня нет слов, честно. Одни эмоции. Да, вообще. Мне круто получилось. Круто, как мы задумывали, так и получилось. То есть стол, книжный свет будет светить. Угу. Все. Да, вот этот комод, конечно, немножко... Не в тему? Да, ну пока мы ничего другого не придумаем, он постоит тут, да? Мы все с комода на кровать будем сейчас разлаживать все. Но так неплохо, симпатично. Да? Мне очень нравится. Да, классно получилось. Вообще изюмительно. Изюмительно. Да, можно шторку у Ляни еще, смотри, да? Штору, да, надо. Надо. Хотя, блин, повесим штору, но вообще ее не откроем. Ну, у нас как бы и так, у нас вот это окно на балкон выходит. Да. И плюс у нас еще северная сторона, то есть, соответственно, у нее здесь немножко тени больше, чем в нашей комнате или в зале. Вот. А когда она не открывает, так вообще. Поэтому ее постоянно откроют, откроют окно. А ну, отойди, Антон. Все. Полку покажи. Показал все, а детки, ты свободен. Так. В общем, мне очень, очень, очень нравится. Я уверена, у Ляни тоже понравится результат. Она сейчас офигелит. Ну, да. А может, полку не в это место надо было поставить? Книжную? Да. Ну, я не знаю, друзья, да, пишите, говорите, что вы думаете. Может, просто сюда полку, вот эту книжную. Ну, а там пустой угол будет. Мы стол туда подсунем. Таня, здесь возле кровати у нее будет это, бандура. Нет, нам стол ближе, наоборот, к окну, чем мы туда ее в угол будем загонять. Поэтому я думаю, как бы, вариантов у нас здесь мало. Мы подобрали, надеюсь, самый оптимальный, самый классный вариант. С расстановкой, с кроватью, со столом и с книжной полкой. Вот. Поэтому на ближайшие 12 лет... Так. Не, просто если переезжать в дом, опять все поменяется. Не, ну там будем отталкиваться от возможностей, наверное, все-таки. Да. Ну что, чай будем пить. Да, будем пить чай, поэтому будем, друзья, прощаться. Всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Выдержал, выдержал эту сборку, эти решения такие. Но, друзья, это семья, без этого никак, поэтому все классно, все счастливы, все довольны, чего и вам желаем. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok